Привет, друзья! С вами преподаватель английского языка Светлана Юнёва. И сегодня мы будем вместе готовиться к единому государственному экзамену по английскому языку, к его письменной части, а именно мы будем говорить про написание личного письма. Написание личного письма — это не самое трудное задание, поэтому его обычно относят к базовому уровню сложности. И на написание личного письма на экзамене для вас отводится приблизительно 30 минут. Но я, как правило, советую своим ученикам сэкономить немного это время. То есть, если вы готовы к написанию личного письма, то вы можете уложиться за 10, за 15 минут, а остальное время сэкономить и потратить, например, на написание эссе. И максимально за это задание можно получить 6 баллов. Сегодня я раскрою все секреты, как правильно написать личное письмо и как получить, соответственно, максимальное количество баллов. Ну, что нужно помнить при написании личного письма? Во-первых, мы пишем в неформальном стиле. Что это означает? Это означает то, что можно использовать сокращение. Чем больше, тем лучше. Можно использовать различные разговорные фразы. Используется выражение с I. I'm sorry — мне жаль. I think — я думаю. И предпочтительно использовать активный залог. То есть, как можно меньше пассивного залога. Также при написании личного письма необходимо помнить про объем слов. То есть, ваше письмо не должно быть слишком коротким, но оно и не должно быть слишком длинным. Объем слов — это 100, 140 слов. При этом можно отклоняться от заданной нормы на 10%. Но, если ваше письмо меньше 90 слов, то вам поставят 0 баллов за ваше задание. Если же письмо будет более 154 слов, тогда проверке будет подлежать только та часть, которая соответствует нужному объему. Ну, а теперь поговорим про план личного письма. Давайте посмотрим на экран. Итак, начинаем мы с адреса. И под ним мы пишем дату. Далее следует обращение. В начале письма автор обычно должен поблагодарить своего адресата за полученное раннее письмо. И можно извиниться, что не писал раньше. Основная часть письма состоит из двух-трех абзацей. И в ней должны быть раскрыты все аспекты, указанные в задании. При этом не забудьте, что вам нужно задать вопросы вашему другу. В конце письма обычно упоминается о дальнейших контактах. Используются фразы-клише. Далее следуют завершающие фразы и подпись автора имя. Ну, а теперь давайте рассмотрим поподробнее, как писать личное письмо и какие клише вы можете для этого использовать. Адрес пишется в правом верхнем углу. Мы указываем в следующем порядке. Однако допускается указывать адрес в кратком виде. Например, city, country. Вы можете написать Moscow, Russia. Это более предпочтительный и легкий вариант. Далее мы пишем с вами дату. Посмотрите на экран. Есть несколько вариантов написания даты. От более формального к менее формальному. То есть можно написать дату прямо цифрами, что и более предпочтительно. И письмо начинается с неофициального обращения. Вы пишете слово dear, дорогой. Далее следует имя вашего друга. После обращения обязательно ставится запятая. Теперь рассмотрим, что мы пишем в первом абзаце. Вам следует поблагодарить друга за его письмо. Можно выбрать одну из следующих фраз. Также вы можете извиниться за то, что не писали раньше. Также можно упомянуть какой-либо факт из полученного письма. Далее мы пишем основную часть письма. Она обычно состоит из двух-трех абзацей. В ней вы должны раскрыть все аспекты, указанные в задании. И не забудьте задать необходимые вопросы. Помните, что письмо должно быть написано в неформальном стиле. Поэтому мы используем такие неформальные слова-связки, как Разговорные выражения типа В последнем параграфе вам следует объяснить, почему вы заканчиваете письмо. Это можно сделать с помощью следующих фраз. И дальше вам следует упомянуть о дальнейших контактах. В конце письма вы должны написать завершающую фразу, после которой обязательно ставится запятая. Сейчас вы посмотрите на экран и увидите список таких фраз. От менее к формальной, к более формальной. И на следующей строке под завершающей фразой вы указываете свое имя, без фамилии. Как же лучше всего готовиться к этому заданию? Ну, во-первых, вам нужно выучить клише, которые будут составлять большую часть вашего письма. Если вы их хорошо знаете, то вы можете очень быстро написать личное письмо. Также вам следует повторить типы вопросов. Когда вы задаете вопросы вашему другу, в основном вы используете общие и специальные вопросы. Ну и пишите письма как можно чаще. Набивайте руку. Чем больше практики, тем быстрее вы справитесь с этим заданием на экзамене. А теперь я предлагаю как раз попрактиковаться. Посмотрите на экран. Представьте, что вы получили письмо от своего англоговорящего друга Нэнси. Вам нужно написать ей ответ. При этом вам нужно ответить на все вопросы Нэнси, а также задать ей три вопроса о том, как выглядит ее комната. Контролируйте объем высказывания. Он должен быть 100-140 слов. Помните о неформальном стиле. А теперь, когда вы написали письмо, я предлагаю посмотреть на экран и сравнить ваше письмо с моим письмом. Посмотрите, какие клише я использовала, как был также употреблен неформальный стиль. Я надеюсь, что это видео поможет вам подготовиться к ЕГЭ по английскому языку и поможет написать личное письмо на максимальное количество баллов. А также смотрите видео, в котором мы будем разбирать, как пишется эссе на экзамене по английскому языку. Я надеюсь, что вы успешно подготовитесь к экзаменам. Учите английский язык вместе с нами!